ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Лэггин, волк. Лэггин. Есть другой зверь у нас, лису, который может их напугать, да? Кто это? Лось. Вот, правильно. Или по-мансийски будет Янгуй. Янгуй. Он тоже не всегда нашему зайчику может помочь. Знаете, когда он может помочь ему? Когда выпадает первый снег. И чтобы лису с волком напугать в это время, зайчик у нас сделал вот такой вот маночек. И когда лиса с волком рядышком бегают, зайчика ищут. Он у нас достал, лапкой прислонился и... Волк подпрыгнул и убежал в другую сторону. И таким образом он их пал. Но это у нас только осенью, да? А все остальное время года. Кем у нас зайчик может притвориться, чтобы лиса и волк его не поймали? Птица. Да, какой? Вот я вам покажу. На кого похожи? Какая птица золотое яичко снесла? Курица. А как ее звали? Курица. Видите, цвет рябой и разноцветный. Это тоже курица, только лесная. Называется это рябчик? Или кисупа? Кисупа! Он известен тем, что несмотря на свой, как казалось бы, небольшой рост, он очень быстро перемещается. Как по земле на лапках бегает быстро, так и взлетает быстро. И кого у нас слышит-то лиса и волк? Лиса и волк. Да. Потому что лиса и волк с самого раннего детства, когда они начинают учиться охотиться, они пытаются рябчика поймать, пока молодые, неопытные еще. Но это бесполезно, потому что пока на земле догоняешь, он крылеской вдохнул, на дереве сидит. А лиса с волком по деревьям лазить не умеет. Ну, на этом у нас все. Давайте подведем с вами итоги, да? Как у нас зайчик этот звук по-мансийски будет звучать? Совар, пыгрищ. А сова? Манква. Коршун как? Корахи. А орел? Юсвой. Лиса как? Охсер. А волк? Леген. Лось? Янгуй. И кого забыли? Кисупа. Ось ёмас. Улум. По-мансийски. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok